МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вах, такие благодетели и святоши, а на деле убивают пять детей за раз. Пять маленьких детей и еще семь взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. Спасательная операция продолжалась почти двое суток. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд. И мы бы не возвращались к этой страшной истории, но нельзя было пройти мимо спущенного из Кремля темника, где глубинному народу все же попытались объяснить, кто же убил детей в Одессе. В России скорбят о гибели четырехмесячного младенца и его матери, и двухлетнего ребенка в Одессе в результате обстрелов. Это русские люди, они погибли в ходе братоубийственной войны от ПВО ВСУ, потому что армия России никогда не бьет по мирным людям. Всем ясно? Это не Путин, и не Шойгу, и не некий чмоня, запустивший дрон виноват. Виной всему якобы братоубийственная война, которую развязала Украина, а добрый Путин просто хочет ее завершить. Хватит уже. Хватит. Мы заканчиваем эту войну. Мы сейчас этот гребаный мир спасаем от реинкарнации нацизма. Но если вы думаете, что сильнее пробить дно просто невозможно, значит, вы не читали откровения Юлии Витязевой. Не самая мытая хабалка не утруждает себя выдумыванием легенд в стиле Маркова, а тупо говорит. Одесситов убила Украина. Мне очень жаль погибших в Одессе детей, но их убила Украина. Жестоко и хладнокровно. Ровно так же, как все эти 10 лет убивала детей Донбасса. Ну да, очень логично. Украина сама себя обстреливает, причем российским оружием. Никто же не забыл, как россияне на всю Ивановскую хвастались геранями. Сейчас вот смотрите, у нас появился боеприпас очень интересный, как Герань-2. Она отчасти решает многие проблемы. С помощью него, допустим, не так дорого наносить урон противник. Не все равно, как они называются прекрасным арабским словом «шахид» или прекрасным русским словом «герань». Лишь бы оно летало и падало на головы хохло. А как убили детей, так сразу в кусты. Поэтому все эти всхрюки со стороны тех, кто все эти годы одобрял убийство наших детей, а после начала СВО еще и собирает на это многомиллионные донаты, это очередной акт лицемерия и самопиара. А на детей им плевать. Скажем больше, путинские людоеды еще и рядом с похоронной процессией ракетой ударили. То есть даже похоронить детей спокойно не дали. Че там, Витязева? Опять, наверное, Украина сама себя. И это же не первый раз уже такая гебельсовщина. Вспомните, как несколько недель назад Россия ракетным ударом разнесла ЖД-вокзал в Константиновке. Ночью 25 февраля российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Константиновке. После удара по вокзалу оккупанты нанесли повторный удар. Поверденный храм, два частных и 12-магоквартирных домов. То есть тупо калька истории с Краматорском в начале войны. Війська РФ ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска. Только на этот раз, к счастью, с меньшим количеством жертв. Но давайте мы вам покажем, что рассказывают россиянам относительно такого рода людоедских обстрелов. А вы никогда не задумывались, почему мосты целые на Украине, железнодорожные вокзалы – это вот следствие именно вот этого. Специальная военная операция. Когда президент страны Владимир Владимирович Путин говорит о том, что он не воюет с обычным населением Украины, а только с бандой нацистов, то вот это и есть фундамент вот этой новой абсолютно СВО. Че кому не ясно? Не бомбит Россия, оказывается, вокзалы. Нет, при том, что в российских же околовоенных телеграм-каналах сами этим хвастались. Константиновка – временно подконтрольная территория ДНР нацистам. Был нанесен удар по ЖД-станции в момент подвоза резервов и БК. То есть, по факту, заврались настолько, что уже разоблачают друг друга. А ложь стала настолько привычным для России делом, что они жить без фейков не могут, причем врут, даже когда нет необходимости и, так сказать, по мелочам. Все, наверное, слышали о демилитаризации чепухи из ОПГ «Эспаньола». Офицеры России выразили соболезнования родным погибшего в СВО Вячеслава Суботина. Представитель президиума офицеров России генерал-майор Сергей Липовой отметил, что погибший был опытным командиром и отважным бойцом, который пал в бою, держа в руках свое оружие. Он также призвал хранить вечную память выходному. Но это тот додик, который в свое время обещал резать уши азовцам. Тому из вас, дорогие дети, кто закончит этот год на одни пятерки, я привезу ухо азовца, который отрежет мой боевой товарищ. Правда, для этого членам околофутбольной тусовки России нужно было закупить побольше памперсов и, наконец, показаться на передовой. Ведь, ой, в штурмовую пехоту члены «Эспаньолы» идти испугались. Собственно, именно поэтому мы сразу засомневались, когда в некрологах принялись строчить героические тексты о гибели Чмони якобы на боевом задании. При выполнении боевого задания с оружием в руках погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной. Оказалось, это была его последняя командировка. Все мы не на словах знаем, что несчастье на войне таится за каждым кустом. Внезапная опасность поджидает любого из нас за всяким поворотом. Но все мы твердо понимаем, зачем мы здесь и готовы ко всему. Дальше эту тему они начинают всячески раскручивать, мол, ух, какой герой погиб. Даже на хоккейном матче команды ЦСКА минуту молчания объявили. Вчера в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Суботин. Вячеслав был не только патриотом нашей страны и настоящим защитником Отечества, но и представителем фанатского движения ЦСКА. Но современный мир такая штука, что скрыть правду крайне сложно. И вот уже паблики, прости господи, ДНР, очевидно по глупости, сливают неудобную правду. Не было никакого воинского подвига. Просто бухая чепуха разбилась в автокатастрофе, причем в глубочайшем тылу. В сети даже гуляют фотографии с места аварии. А теперь задайтесь простым вопросом. В чем была острая необходимость лепить фейки в этом случае? Неужели нельзя было обойтись без фантазии? Но в том-то и дело, что русский мир банально построен на лжи. Это его база, это основа, фундамент. И со скрипоносами ни в коем случае не нужно вступать в какие-то споры. Это пустая трата сил и времени. Куда лучше взять паузу, немножко подождать и рано или поздно они сами себя разоблачат. Помните, например, как в 2014 и 2015 годах и пропагандисты, и чиновники на кусочки рвались, рассказывая, что в Украине гражданская война? На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка. И никакой российской армии здесь не было и нет. Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было. Вранье было настолько циничным, что не сдержался даже депутат-единорос Марков. Наши реально вошли туда в очень маленьком количестве. Три раза входили. Но пропагандисты тогда отмазались тем, что Марков человек не военный и толком ничего не знает. Отмазка была, мягко говоря, так себе. Хотя для всеядных скрипоносов и этого хватило. Но вот проходят годы и очень хочется послушать, что же ребятки скажут на этот раз. Ведь участие российских войск в 2014 году подтвердил уже никто попало. Один из руководителей Росгвардии в ДНР, известный как Саша Скиф. Мы все время говорили, что мы своими усилиями, хотя это было, конечно, неправда. Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам эту ситуацию. Мало того, чтобы удержать под контролем, но еще ряд районов, вот такие как Новоазовский, Тельмановский, Старобешевский районы, они оказались полностью под нашим контролем. Чувачок прямо признает, что шахтеры и трактористы были в шаге от капитуляции. Ну а перелом внесли исключительно регулярные российские части. Противник уже почти создал для нас такие невыносимые условия. Он стремился навстречу Моспина, навстречу Иловайску, для того, чтобы сомкнуть клещи. И тут случилось чудо, поступила помощь. Тогда, конечно, об этом было говорить не принято. Вот такая она, типа гражданская война. То есть врали всей страной, врали на самом высоком уровне. А теперь корчат из себя мамкиных правдорубов. Более того, не хватает наглости удивляться, почему же России никто не верит. Не верят, когда они, например, сейчас всей кукаречной визжат, что не планируют нападать на страны Балтии. Они развязали войну, которая идет уже 10 лет. И они пытаются убрать от себя ответственность. Глупейшая формулировка, что Россия готова напасть на Прибалтику. А что нам тогда мешало это сделать с самого начала еще несколько лет назад? Да что там, даже Путин подтвердил, что не имеет к НАТО территориальных претензий. В России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий. И все это даже можно было бы послушать. Но ой, они эти же карасики толкали ровно такие же речи перед 24 февраля 2022 года. Мол, Россия – последняя страна в мире, которой нужна война. Какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Чем все закончилось, все хорошо знают. Но и это же еще не все. Никто не забыл, как Путин в обращении к нации в день начала СВО рассказывал, что никаких планов по оккупации Украины у него нет. Россия не имеет цели оккупировать Украину. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. А теперь уже даже государственные СМИ не скрывают, что дед считает своей 90% территории соседней страны. Это насколько же надо не понимать и не слышать Путина, для того, чтобы не понять, что большая часть, 80, а то и 90% Украины, в его глазах – это часть бывшего Советского Союза. А следовательно, Россия имеет право на все эти территории. Более того, за эту территорию Путин даже готов развязать ядерную войну. Будет большая ядерная война. Испытания наших баллистических ракет их не впечатляют? Ядерный ответ в случае сенсуальной угрозы по-прежнему считают блефом? В середине февраля Путин сказал французам, вы понимаете, к чему это приведет? Они не понимают. И что тут скажешь? После хронического вранья размахивание ядерной дубинкой – это еще одна любимая фишка современной России. И чем дальше влез, тем больше времени уделяют скрипоносцами на этом вопросу. Я бы провел такое испытание, макет. Приземлил бы где-нибудь. Пусть Макрон выберет город во Франции, которому не жалко. Предупредит жителей, что быстро ушли. И что поняли, к чему это приведет. Хотя, если я правильно понимаю, то одного такого изделия хватает, чтобы всю Францию стереть с лица земли. Почему я считаю, что необходимо наносить удар по западу? Да потому что я нас-то всех вижу. Вопрос по кому применять. Вот сейчас ты говоришь насчет Франции или Великобритании. Франция, Германия, Польша, Великобритания. Ну, это не суть. Есть и другая страна, которая, собственно говоря, и представляет опасности, которая стоит за всеми обозначенными. Я имею в виду Соединенные Штаты. И здесь можно долго крутить пальцем у виска, но на самом деле все это нытье и угрозы связаны только с одним. За два года так называемые спецоперации, где Россия так и не добилась поставленных идей. Запад будет играть в долгую. Никаких шансов на то, что Запад окажет на Украину давление, не будет. Соответственно, мы должны готовы быть к тому, что война будет продолжаться очень долго, как минимум весь этот год. Уйдет и на 25-й год, может быть и дальше. Россия за два года не сумела реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля. Ни одну. Как пропагандисты, так и чиновники окончательно осознали, что российская армия непобедима только языком. А в реальности без ядерки против Североатлантического альянса шансов у путинского дня рейха банально нет. Но согласитесь, не может армия, для которой Авдеевка стала величайшей победой. Взятие Авдеевки – это величайшая символическая победа России. Хоть что-то противопоставить коалиции западных стран. И еще раз, они это сами прекрасно понимают. Вспомните, как три года назад Коротченко НАТО одним пальцем побеждал. На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и голорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. Так вот сейчас такое очень редко увидишь. Ведь Украина, а точнее украинская армия этих зазнаек очень качественно опустила с небес на землю. И ядерное оружие – это последний аргумент страны, которая совершенно очевидно угодила в геополитическую ловушку и терпит стратегическое поражение. Вот только выбирая потенциальную цель на эфирах, хорошо бы рассказать холопам, что в ядерной войне победителей не бывает. То есть обязательно прилетит в ответ. Не будет Москвы, Питера, число трупов будет измеряться в десятках миллионов. И у граждан России вариантов всего два. Либо проиграть без ядерки, либо умереть с ядеркой. Выбор прямо, скажем, незавидный. Но именно к такому результату за более чем 20 лет у власти страну привел один мастер провальных многоходовок. И раз глубинный народ все устраивает, то свое незавидное будущее они безусловно заслужили.